Глава региона, председатель окружного собрания депутатов и руководитель Росприроднадзора 21 октября спецбортом вылетели на место разлива нефти в районе реки Колва на территории Харьягинского месторождения. В рабочей поездке также приняли участие представители компании «Лукол» и природоохранных организаций. Оценить последствия чрезвычайной ситуации можно было уже из иллюминатора вертолета. Радужная пленка растянулась на поверхности воды на многие километры. Сама же нефть осела на берегах, в воновых заграждениях и была засыпана сорбентом. Сегодня мы совместно с руководителем Росприроднадзора Светланой Геннадьевной Родионовой, представителями правоохранительных органов, прокуратуры, Следственного комитета, МЧС, облетели участок, где произошло происшествие. И поскольку тема экологических происшествий очень чувствительная, хотели своими глазами увидеть, какая территория загрязнена. Более полную информацию мы дадим на пресс-конференции. Это будет буквально через два часа. Разлив нефти в районе Харьягинского месторождения произошел 17 октября. На сегодняшний день установлено, что утечка случилась в результате разгерметизации недействующего трубопровода диаметром 530 мм, который находится недалеко от реки Колва. Нефтесодержащая жидкость по ручью стекла в реку и произошло загрязнение. Аварийно-спасательные формирования предприятия «Лукоил Севернефтегаз» и специального аварийно-спасательного отряда «Природа» из города Усинска незамедлительно приступили к устранению последствий загрязнения. Губернатор Ненинского округа направил на место разлива оперативную межведомственную группу. Межведомственная рабочая группа вернулась. Мы провели оперативный штаб и по решению оперативного штаба ввели на этой территории режим ЧАЭС. Параллельно с этим компания-недропользователь проводила все мероприятия, необходимые для того, чтобы остановить утечку, и приступила к ликвидации последствий, которые были нанесены территорией. С момента обнаружения утечки количество ликвидаторов последствий разлива увеличилось почти в пять раз. Сегодня на месте работает 190 человек. Они соорудили шесть рубежей боновых с заграждений длиной около трех километров и сорбирующих бонов также длиной три километра. Утечка устранена. Сооружен гидрозатвор в ручье, по которому нефть стекла в колву. Выведена загрязненная почва. Что касается готовности компании «Лукойл» к подобным вызовам, то здесь аттестованы почти две тысячи штатных спасателей. Аварийно-спасательные формирования обеспечены всеми необходимыми средствами. Мы очень тесно взаимодействуем с нашими коллегами по бизнесу. Здесь мы не конкурент, но мы партнеры. И на наше обращение коллеги с «Транснефти», с «Роснефти» оказывают необходимую поддержку. На сегодняшний день между нами и компанией «Газпром» подписано соглашение о взаимодействии, оказание помощи по локализации ликвидации не только аварийных разливов в нефти, но и по спасению людей. Поэтому помимо своих собственных сил и средств, мы обладаем еще и потенциалом, который нам могут оказать наши коллеги. В том, что сил и средств у недропользователя хватает, и работы по устранению инцидента активно ведутся, убедились во время полета над Ковы и участники рейда. Мы пролетели вниз по течению реки Колвы, увидели боновые заграждения, их шесть рубежей. Увидели, что большое количество людей, используя сорбент, собирают эту нефть. И, собственно, получили обратную связь от недропользователя, что сил и средств хватает для того, чтобы этот инцидент, это происшествие ликвидировать собственными силами. Представители компании «Лукойл» сообщили, что в течение календарной недели активная фаза работ по ликвидации последствий разлива будет завершена. Также в планах компании в течение месяца провести техническую рекультивацию земель, которые были подвержены загрязнению. Немаловажный вопрос, повлиял ли разлив нефтепродуктов на биоресурсы на загрязненных участках. Глава Росприроднодзора Светлана Родионова пояснила, что расчет вреда аквакультуре, водным биоресурсам и почве будет осуществлен на основе лабораторных исследований Центра лабораторного анализа и технических измерений. Мы берем заполы проб, как положено. Мы концентрации видим. Эти концентрации не в тысячу раз, как это было в том же самом Норильске, если мы будем на него ссылаться. Эти концентрации понятны. И задача наша сейчас вообще понять, пятое, шестое боновое заграждение мы вообще пока не рассматриваем в качестве работающего. Это некая такая перестраховка для... Ну, компания-то сделала, хорошо, что сделала. Есть у нее силы и средства. И, в общем-то, это ее обязанность сделать максимально возможные вещи для того, чтобы даже радужная пленка не попала дальше какого-то бона. Мы имеем с вами ледовое покрытие, мы имеем с вами шуга идет, и мы понимаем, что боны держат ее специфическим образом. Но мы не видим нефтепоявления по берегам на сегодняшний момент. То есть не видим гибели никакого ни биоциноза, ни рыбной фауны. Согласился с главой Росприроднадзора и представитель Всемирного фонда дикой природы Алексей Книжников. Также эксперты в сфере природоохранной деятельности отмечают тот факт, что природе свойственно самоочищаться. Любой водный объект, он самоочищается в силу определенных причин природных и данных. И вот здесь микроагронизмы, которые там есть в Илах, в самой реке, они как раз и разрушают нефтепродукты. И вот здесь как раз и проверка должна дать оценку загрязненности илов, загрязненности воды, возможность речки самоочиститься и как быстро. Как бы там ни было, но ответственность за загрязнение окружающей среды предусмотрена Уголовным кодексом Российской Федерации. Размеры ее будут зависеть от выводов экспертов. Для оценки масштабов необходимо использование не только экспертов, которые сидят за этим столом, но и экспертов, которые работают в лаборатории, которая привлекает Росприроднадзор. Эти эксперты уже работают. По регламенту компания после того, как соберет весь грунт, она предъявит этим экспертам. И уже эксперты определят и масштаб утечки, и тот урон, который нанесен природе. В течение календарного месяца, начиная с сегодняшнего дня, мы предполагаем сдать все земли, которые были подвержены какому-либо загрязнению. В соответствии с той процедурой, которая установлена надзорным органом. Это первое. Второе. Действительно возбуждено уголовное дело по факту разлива. И процессуальные действия займут какой-то период времени, очевидно. И все эти действия, опросы и так дальше, это публичное действие. Я думаю, тот штаб, который создан и в нашей компании, и внутри центральном аппарате, и здесь, на уровне Севернефтегаза, территориально производственного предприятия, и штаб, который создан и в руководстве губернатора, они все будут владеть той исчерпывающей информацией, с которой можно делать те или иные выводы. Будут ли проведены внеплановые проверки в связи с инцидентом на нефтепроводах компании-недропользователя? Этот вопрос также актуален. Такого рода инциденты, они всегда являются неким толчком для того, чтобы проверить техническое состояние вот этих систем. И полагаю, что такая проверка будет проведена и внутри компании, но есть еще один надзорный орган, Ростехнадзор, который очень жестко контролирует все эти технические системы. И когда случаются такие инциденты, как правило, эти проверки, они усиливаются. Техническое состояние – это не наша полномочия. Мы смотрим другие параметры, но мы своих коллег сориентируем. Я больше чем уверена, что наши коллеги из соседнего ведомства осуществляют надзорные мероприятия по исполнению поручения президента. Здесь либо были, либо будут. Это внеплановые проверки по поручению президента. И у нас есть перечень компаний, он вывешен на сайте, вы все их видите, в том числе и в УКОЛ-КОМИ, которая здесь проверяется. Есть соответствующие и надзорные органы, и технологические службы по компании. Мы проведем полное технологическое расследование этого события. Мы выпустим соответствующий внутренний документ компании, предполагающий провести полную дефектоскопию всех подобного рода трубопроводов, проходящих через любые водные преграды, ручей, река, неважно что. Мы эту операцию повторим еще раз. Участники вылета на место происшествия и состоявшейся в Нинецком округе пресс-конференции для региональных и федеральных СМИ отметили открытость регионов в информировании населения о случившемся, как говорится, без купюр и большую заинтересованность органов власти в скорейшей ликвидации последствий разлива на территории округа. Мы понимаем, что все вопросы, которые касаются арктической природы, они сейчас находятся не просто на слуху, они подвержены самому пристальному вниманию. И это очень хорошо, что здесь, когда мы говорим об объективной картине, здесь все заинтересованы лица. Информация, которая сегодня додана, она максимально объективна. Главная цель моя, как губернатора, это отстаивать интересы округа и его жителей. А жители формируют мне запрос быть максимально открытым в части предоставления информации по этому инциденту. И на протяжении всех этих дней, начиная с субботнего вечера и по сей час, мы максимально открыто информируем всех жителей о том, что происходит в месте утечки нефти. Мы продолжаем следить за развитием событий. По данным, на 22 октября на Колве установлено шесть рубежей боновых заграждений, распылено порядка 20 тонн сорбентов на месте, разгерметизацией ликвидаторами собрано 72 кубических метра загрязненного грунта и более 33 кубов отработанного сорбента и нефтесодержащей жидкости.